Всем привет, с вами снова Егореньков Михаил, главный администратор сообщества Split Decision. В этот раз я решил не катать вату, а сразу записать отчетный подкаст. Почему так? Только что, ну буквально там час назад закончился турнир UFC 217. Огромная куча эмоций, как бы есть чем поделиться. И в этот раз я, соответственно, поделюсь своими результатами за эту неделю. По платке, по бесплатке и по лайву. И прям подробненько пробегусь по UFC 217, по некоторым боям, по моментам. Выскажу свое мнение, как бы там действительно есть некоторые непонятные для многих ситуации. Да и вообще в целом хочется поделиться своими впечатлениями. Вот, давайте пробежимся сначала по, соответственно, моим прогнозам. Вот, давайте начнем, как стандартно уже заведено с без платки. На этой неделе давал ряд бесплатных приматч прогнозов. Вот они конкретно здесь в конце выстроены, по сути, 4 ставки. У нас, помимо турнира UFC, были такие турниры, как и Беллатор, ПФЛ, там ЛФА и все остальное. Вот конкретно на Беллатор плюс ПФЛ я давал тройничок из фаворитов. А конкретно это Лэнс Палмер, бывший чемпион ПФЛ, который дрался с Стивеном Сайлером. Давал туда же Тимура Валиева. Они по 1.25 были. И давал чемпионский бой женский на Беллаторе 186 и Лиму Макфорлей за 1.35. Итого, ставка по 10% от банка зашла. Общий коэффициент 2.11, что приносит нам 11.09% к банку. На турнире ЛФА 26 я выделил бой тяжеловесов, где Хуан Адамс дрался против Брайса Рита Никол. Ну там, соответственно, был полный мисс матч. И ставка ТМ 1.5 залетела на ура. Забил он его еще в первом раунде. Это принесло нам 5% банку. Ну и на UFC, соответственно, давал 2 ставки. Причем обе ставки с коэффициентом чуть выше двушки. Эта игра сыграла свою решающую роль по итогам этого турнира именно по бесплатке. Давал ставку на то, что победит Хорхе Масвидал. Масвидал проиграл. О том об этом поединке чуть далее поподробнее. И на то, что бой Йона и Джейджик и Росно Маюнос не дойдет до решения. Ушатались они уже, я так понимаю, сколько помню в первом раунде. Это приносит нам 1.5% банку. Итого, 4 ставки. 3 сыграли в плюс, 1 в минус. И общий итог по бесплатке. Плюс 17.59% банку. То есть 17.5% это у нас бесплатка. По платке там как бы ситуация опять, как мы уже обычно в последнее время, блядь, непонятная. То есть с одной стороны я раз, с другой не рад. Объясню почему. Вот они ставки, которые я давал в платке. Во-первых, на ПФЛ, соответственно, давал 2 ставки. Победа Тимура Валиева. То есть на бой Тимура Валиева тотал больше 2.5 раундов. Ставка почти зашла. Он смог задушить бразильца Валиев под конец 3-го раунда. Чего я от Бразила не ожидал. Все-таки с джиу-джитсу он достаточно дружен. Давал ставку на то, что Благой Ванов Кайленкар не добьет до 3-го раунда. Но спасибо Кайленкару бегал, блядь, велосипедил все 3 боя на задней передаче. И смог все-таки убежать от Благого. Хоть и проиграл разгромно, да, решением. Потом, соответственно, на 1FC давал 2 ставки. Бой Митцатита и Миада не дойдет до 3-го раунда. И ушатались. На Беллатор, соответственно, ставка у меня была 1-1. Это Руд Крис Демпсинь. Бой не зайдет во второй раунд. Ушатались они в начале 2-го раунда. Ставка не прошла. На ЛФА давал, получается, 2 ставки. И был в них пиздец, как уверен. Но в итоге Ричард Одамс проиграл решением. А Ларри Кроу и Белла Уильямс добились тоже до решения. Хотя там предпосылок до срочки было до хуища. Вот, соответственно, Фалькао с Гимбатовым. Это бой, который у нас был на турнире Fight Nights Global. Давал я тотал меньше 1,5 раунда. Закончили они в первом. Плюс 4,5% к банку. И на UFC давал 3 ставки. То есть на UFC 217. Отдельно, если кому-то интересно, давал двойник уверенный такой. Что не дойдет бой до решения Олейника. И не дойдет бой до решения Волта Харриса. По 10% общий коэффициент 1,85 ставка сыграла. Давал ставку, что Стивен Томпсон Хорхема Свидал не дойдет до решения. Ставка не сыграла. И давал, соответственно, ставку, что Винцент Прикор Андерсон не добился до решения. Ставка зашла. Итого, соответственно, по платке. Общий итог минус 21,5% к банку. По UFC отдельно, кому результаты интересные, а необычно интересные. Опубликовал по платке и по бесплатке. Вот, собственно, как-то так. Теперь же, что касается Лайва. Лайв, конечно, как всегда, охуенный. Лайв охуенный. Тут, блядь, ничего не скажешь. Соответственно, на этой неделе у нас было, получается, 4 турнира в Лайве. Все 4 в плюс. На 1FC вообще все 5 ставок залетели. Вот, это принесло нам аккуратненько. Плюс 2,87% банку. Почти 3%. Вот, здесь залетали ТМчики вообще на раз-два. Ну и плюс некоторые ставки забирали ординарами. Вот. Потом, соответственно, ну, я в 1FC сильно углубляться не буду. Там все равно малоизвестные бои для большинства. На Беллатове там забирали того же Демси с Эддом Рутом. ТМ полтора, но забирали на Эксбете. И там бой закончился во втором раунде. И ставку рассчитали как плюсовую. Ну, а Демси потом кинул в начале второго раунда по 10,5, так сказать. Потому что не спешил он вырубаться. В стойке нужно чуть-чуть попадать. Потом была ставочка на то, что Бой Макфорлей и Дюкот не дойдет до решения за 2,1. И тут же мы увидели на прямаче ошибку, я заметил. То, что давали на досрочную победу Элим и Элей Макфорлей 7,2. Но это ошибка в просчете. Соответственно, мы забирали. Ставка зашла под полпроцента. Потом страховались просто на победу Эмили Дюкот за 18, под полпроцента от банка. Там были, грубо говоря, некоторые спорные моменты по второму. И, по-моему, четвертому раунду. Ну и последняя ставка на Райана Бейдера или Элентона Василя. Я давал тут меньше 4,5 раунда за 1,72 под полпроцента. Ушатались, по-моему, они во втором. Итого, это приносят 3,65% к банку. На Файтнайт Глобал по прилимам здесь получалась хуйня. Но зато потом в главном карде мы оторвались. Забирали Хасана Юсефи за 1,72 по 2%. Потом добирали его же за 3,78, незадолго до нокаута. Забирал ТМ 1,5 на бой Шефтер-Куценко за 2,81. Забирал ТМ 1,5 на Сакаева и Абасова за 1,62 под процент. Забирал тот он меньше полутора на Гимбатова с Фалькао за 1,93 под процент. И забирал ТМ 1,5 на бой Гусейнова и Царева за 1,77 под процент. Итого, почти 2,5% к банку. Ну и на UFC, соответственно, здесь вообще получилось все по красоте. Забирал ТМ на Захабе. Забирал ТМ 1,5 на Олейника. Потом еще раз ТМ 1,5 за 2,21 на бой Олейника. Потом был небольшой лустрик. Получается, Рэнди Браун, Микки Гал брал ничью. Там был вопрос по второму раунду. Могли посчитать 10,8. И, соответственно, если бы не такой разгромный третий, то, может быть, и дали бы ничью. Ну, там 10,8 никто не посчитал. Кори Андерсона два раза забирал за 1,83 и за 3,1 под полпроцента. Потом забирал тотал меньше 2,5 на Даффи с Виком под процент за 1,45. Два раза забирал Вика за 3,56 и за 3,35. Потом, получается, Хендрикса в начале второго раунда за 6,45 по шансам забирал, так как он не спешил на аккаунт улетать. На Масфидаля с Томпсоном кидал тотал меньше 2,5-полпроцента. Потом, соответственно, на бой Йоанна и Джейчик Росна Майюна с меньше 4,5 за 2,1 под полпроцента. И отдельно досрочную победу Росна Майюна за 9,5 под полпроцента от банка. Ну, как понятно, ставка зашла. Забирали на Гарбанта с Дилашова тотал меньше 4,5 за 1,8 под полпроцента. Просто Ти-Джей и Дилашова после первого раунда за 4,05 под полпроцента. На бой с Эмпера с Биспингом тотал меньше 4,5 под полпроцента за 1,8. И два раза Биспинга забирал за 2,9 под полпроцента и за 1,7 под процент. Но шел к победе пацан, но пропущен удар, падение и последующая удушка. Все это дело похерили. Итого по лайву на UFC плюс 7,5% в банку. Итоговый результат по лайву за неделю, а лайв я продаю пакетом, 250 рублей доступ стоит в неделю, 16%, почти 16,5% в банку. Ну, это я более подробно вы увидите в посте, в котором, собственно, это видео будет в группе. Вот, теперь, соответственно, что касается турнира UFC, который у нас закончился. Так, 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 где Майкл Биспинг, Майкл Биспинг, вот он. Здесь хотел бы просто некоторые моменты прояснить, неясные некоторым моим подписчикам. Ну, во-первых, как бы, вкратце просто эмоциями поделюсь. Бой Захаби Рикардо Рамоса. Те, кто не в курсе, да, Рамос вырубил Захаби в третьем раунде, причем вырубил нахуй наглухо. И я пиздец, как этому рад. Это, блядь, вообще просто подарок, нахуй, абсолютный для меня дело. Даже не потому, что ставка зашла на тему, а потому, что Захаби я просто не люблю. Да хуя выебонов, бился, блядь, с мешками в Канаде, с Вейерой, блядь, крайний бой, я считаю, он вообще не выиграл. Победу ему, соответственно, насудили в Канаде. По бою, блядь, что-то выебывался, ходил, улетел в глухой нокаут. Это охуенно. Просто заебись. Оленник Блейдс. Соответственно, здесь момент какой. У многих создалось впечатление, что, короче, типа, там, блядь, вот запрещенный удар, там, туда-сюда, типа, короче, должны были дать ноу-контест, короче, типа, а вот победу Кертису Блейдса дали, да и как так. Там суть простая, то есть, как бы, Оленник до хуя урона наполучал по ходу боя, да, и вот эта попытка запрещенного удара, которая на Гаге чиркнула по уху, просто стали причиной того, что рефери вызвал Доктора в октагон. А Доктор уже в целом, оценив урон, вынес вердикт, что, как бы, Оленнику лучше бой не продолжать. Вот. Соответственно, то есть, как бы, удар Кертиса Блейдса на дисквал не тянул вообще никак, и просто, грубо говоря, поэтому у нас была остановка Доктора. И там виной было не вот этот чирк по уху, а в целом тот урон, который Оленник перенес вообще, в принципе, по ходу боя. И я даже считаю, что для Оленника это хорошо. Если бы бой продолжился, он бы, блядь, проиграл досрочно, и это бы совсем похерило все его амбиции на развитие в дивизионе. А так, в принципе, как бы, блядь, можно там сказать, ну, ебаный врут, но это не поражение там. Ну и в дальнейшем, в принципе, дать ему подраться с некоторыми ребятами, еще особо не теряя свои позиции сейчас. Браун Галх. Неожиданный абсолютно бой. В плане чего, то есть, как бы, Браун заборол Галла, наебать его в рот, это была неожиданность вообще, в принципе, для многих. Напоминаю, что в этом бою забирал я вообще ничью под полпроцента за Кев 27, мотивируя чем. Первый раунд Галл проиграл 10-9, как по мне, да, пусть его залеживали, но залеживали, грубо говоря, он держал противника в гарде, пытался набрасывать какие-то приемы, прочее. Ну, то есть, явно 10-8 не катит. Причем сам он, в свою очередь, второй раунд забрал с гораздо большим контролем, при этом занимал топ-позиции, сайт-контрол, маунт, блядь, спину забирал, на крусификс брал. И Браун вообще за весь второй раунд нанес всего лишь 3 удара. Это явно тянет на 10-8, как по мне. Вот, а третий раунд, как бы, в принципе, когда был, начинался, я, значит, забирал, получается, ничейку, когда Браун его свалил. Я думал, вдруг Галл еще может встать, составить какую-то конкуренцию или также спартер активно работать и тоже посчитать 10-9, соответственно, будет счет, как бы, блядь, 28-28. Но судьи там насчитали со своей колокольни, не суть весь важна, ставка была, так сказать, с риском. Сент-При Андерсон. Ну, как бы, Андерсон, в принципе, должен был бороться с Сент-При, справлялся с этим по ходу боя, но вот слабый его держак, все-таки сыграл свою роль, летел в нокаут. Как бы, ТМ, как приматческая, зашла, ставки на Кури Андерсона в лаве не зашли. Харрис Готбер. Здесь, опять-таки, у людей возникает вопрос, типа, почему остановили бой так, почему дисквалификация. Те, кто не смотрели трансляцию со звуком или плохо понимают по-английски, ключевым фактором для дисквалификации было то, что Уолт Харрис продолжал атаковать Марка Готбера после того, как рефери начал кричать команды «стоп, стоп, стоп». То есть он три раза прокричал «стоп», после этого уже добежал и встал между бойцами. То есть, по его мнению, рефери, Готбер, Харрис должен был сразу, типа, перестать бить оппонента, как только он, грубо говоря, с другого конца клетки начал орать. Но, как факт, в итоге Харрис как бы оправдывался в клетке, говорил рефери, что ебаный в рот, ну вот ты когда встал между нами, я прекратил бить, там, и все такое, когда ты коснулся меня, но, типа, вот я там слышал, не слышал, обратил внимание, не обратил внимания. Ну, в общем, дисквал есть дисквал. Как-то так. То есть не нужно здесь проводить параллели между боем Олейника и Харрисом. Здесь разные абсолютно ситуации, но в комментариях я видел, грубо говоря, те, кто пытается их сравнивать. Вик с Даффи, Вика абсолютно красава, вообще разобрал нахуй, блядь, огромный плюс принес Лаве, по сути, да, за копейки, которые были туда вложены, и ТМ зашел, и два раза за три с лишним Вик зашел. Охуенный пацан, реально недооценен, и не зря он до турнира говорил, что он недоволен рейтинговой политикой UFC. Реально пацана надо продвигать, очень скилловый, очень клевый, я думаю, перспектива у него хорошая, может быть, там, в принципе, как-то там раком боком до титульника добежит. Хендрикс с Барачини, ну, здесь, как бы, на самом деле, Барачини горел, и даже в первом раунде уже потихоньку начал вымахиваться. Хендрикс удивил своей держалкой возрожденной, да, частично хотя бы, да, из прошлого, но во втором раунде все равно улетел, хотя я считаю, что остановка была немножко ранней. Немножко, совсем немножко. Не бомблю, не говорю, что ошибка рефери, но немножко. Вот, но Барачини все равно мешок ебаный, ему ловить нехуй в этом дивизионе, в плане, там, никаких претендентских амбиций или даже крепкое место в топ-10. Томпсон Масвидал. Масвидал абсолютный долбоеб. Имея больше ключей, как сказать, для победы, абсолютно ничего не пробовал делать. Работал на удобной для Томпсона дистанции, не резал углы, не сокращал дистанцию. Два раза пытался против ноги и даже нормально прижимал к сетке, и на выходе, там, что-то у него получалось нанести несколько ударов. Почему он это не повторял, почему не делал, хуй его знает. Проебал, потому что тупой. Не думал я, что он такой ебанутый, блядь. Еджетчик на Майюнас. На Майюнас пол абсолютная красава, прям вообще охуенно, блядь. Ну, с Еджетчик как бы вопрос, как бы достаточно простой. Почему она проиграла? Если вы посмотрите ее крайние бои, то и джетчик во всех своих крайних боях, она получала урон в еблет, в трех боях имеется в виду. Гадель ее роняла в июле 16-го, Ковалькевич ее роняла в ноябре 16-го, и Сандрада пропустила несколько тяжелых попаданий, если кто помнит, у нее гематома была на лбу. То есть, я считаю, как бы ее поражение было следствием просто накопленного урона. На Майюнас, как бы, которая в стойке не так плохая, и последние несколько кемпов проводит, на самом деле, с Шевченко, с той же самой. Вот, поэтому Шевченко стойку ее подтянула, и на Майюнас была готова драться с Еджетчик. Молодец, воспользовался шансом, и как бы не перегорела, не боялась, как показалось многим после, там, стердаунов и всего остального. Дилашоу Гарбранд. Дилашоу тоже красава абсолютный. Когда Лави начали смотреть бой, ребятам сразу объяснил свое мнение по этому бою, что у Дилашоу сильная сторона именно, как бы, грубо говоря, в этом бою это ноги. То есть, именно удары ногами, то, чего нет у Коди Гарбранда. Но и тут, по сути, побеждать должен был тот, кто реализует свой геймплан и первым прочитает оппонента. А сначала у Коди было это, грубо говоря, получалось, да, он навязывал свой ход боя, свою дистанцию, свой ритм. Но Дилашоу, после все равно не перенесенного нокдауна в первом раунде, смог подстроиться, смог, грубо говоря, выхватить. Да даже если кто смотрел внимательно первый раунд, они заметить могли удачное попадание в корпус с ноги, где Коди Гарбранд удар этот прочувствовал. И, как бы, по нокауту в втором раунде уже было следствие проделанной работы в первом раунде. Ну, а по биспингу с Эмпьером, конечно, жалко, что биспинг проиграл, потому что бой реально он мог забрать, должен был забирать. Сэмпьер, конечно же, после такого долгого простоя и подъема весовой категории уже не показывает той скорости, не показывает той выносливости. И я считаю, что, ну, ловить ему нехуй. Если он собирается работать с Витакером, а биться с Витакером, то ему, конечно, нужно, блядь, заранее ебать, я не знаю, нахуй, заказывать похороны. Витакер его разъебет просто в дрова. И если реально этот бой сделают, и на Витакера будут давать хотя бы 1.4, ну, тут в кавычках можно ставить хаты, почки и все на свете. Именно на Витакера. Вот в целом как-то так. Турнир охуенный и на зрелищность, и на неожиданные исходы, и, блядь, вообще бои конкурентные. Вообще, блядь, мне все понравилось. И действительно этот турнир, пожалуй, лучший турнир в этом году. Не ожидал я от него такого перформанса. Мне вообще все понравилось, все охуенно. Вот в целом как-то так. Еще раз напоминаю, что результат у нас в итоге у меня по прогнозу на этой неделе бесплатка плюс 17,5%, бесплатка минус 21,5%, лайф плюс 16,5%. То есть общий суммарный плюс. Вот, как-то так. Ну, как бы, я не знаю, я еще подумаю, что делать. Наверное, посплю и на свежую голову подумаю, что делать со следующей неделей. Пока есть мысли, пока есть мысли, пока буду думать. Вот. Ну, а что нас ожидает на предстоящей неделе? Собственно, на предстоящей неделе нас ожидают следующие турниры. Так, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Так, ну, во-первых, у нас вроде как 10-го числа будет 1-чемпионшип, причем 1-чемпионшип не простой. Там будет Фолаян против Нгуена драться. Это неинтересный очень бой. Посмотрим, что там будет по карту, посмотрим, какие будут коэффициенты. Во-вторых, это у нас М1. Получается челлендж 85 из Магулов против Роджерия Матиаса, да, Консильяго. Плюс там еще Пупюц будет против Кукалашвили. Ну, и, в принципе, там еще несколько интересных более или менее боев. Тот же самый Дивнич будет драться. Как бы это имя, в принципе, кому-то о чем-то говорит. Армана Ашимов будет драться, нокаутер, который в крайнем поединке смог нокаутировать своего оппонента. Казахи за него теперь топят всей своей страной. Вот, ожидается он с 10-го числа Беллатор 187 в Дублине. Совместный турнир с Баммой. Вот, ну, в принципе, там тоже будет интересное противостояние. Бывший бой, боец UFC тут даже будет, как бы. И, в принципе, есть что подумать. Надо только на коэффициенты посмотреть. Вот, собственно, Беллатор 187 и Бама 30. Бама 32. То есть, вот они в один день на одной арене будут проходить сначала Бама, потом UFC, потом Беллатор. То есть, это, по сути, один карт. Вот, как-то так. Также у нас с 10-го числа ожидается ЛФА 10. Ой, ЛФА 27. Турнир достаточно интересный. Там Райан Спон будет, там Дерри Каткинс будет. Вот, в принципе, такие имена по меркам ЛФА достаточно неплохие. Да, тот же самый Роберт Уотли. Посмотрим, опять-таки, что он предложит коэффициенты. Но линия должна быть, линия должна быть. Также у нас 11-го числа Комбата Америкас. Турнир, грубо говоря, латинамериканские турниры. Коэффициенты там бывают интересные. Интересные пары. Есть тут ребята, заслуживающие внимания. Будем посмотреть, что там предложат. Вот. Ну и, собственно, 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 по-моему, на этом тут у нас, вот, получается, UFC. Последний турнир, да. Ну и UFC Fight Night 120. Паре против Петиса. Ну, UFC есть, UFC. Здесь у нас и тяжеловесы. Здесь у нас и всякие ребята. Грубо говоря, там полуконтендеры. Ну, из таких интересных боев, прям, действительно, это Джон Додсон, Марлон Морайс. Прям, действительно, со спортивной точки зрения, интересное противостояние. Возвращение Сейджа Норкота, Татьяны Суарис после простоев, после поражений. Нина Ансаров будет драться, педруга Аманды Нунис. Ну, как бы, много здесь интересных будет ребят. Ну, и, конечно, главный бой вечер, Дастин Парье и Энтони Петис. Вот, как видите, турниров много. Коэффициентов должно быть много интересных. Будем думать, будем смотреть, что с этим всем делать. Вот, вам желаю удачи. Надеюсь, что у вас неделя прошла хорошо. У меня, если честно, она прошла очень хорошо. Дополнительно радует. Ну, то, что не отображается в статистике. Но, вот, реально, последние три недели прям радует ошибками. Вот, реально, знаете, как вот по каждой три недели и Глори, и Беллатор, и, блядь, еще раз Беллатор допускают ошибки. То есть, грубо говоря, удается ставить на послематча. Причем, послематча, который рассчитывает. Причем, даже не по одной ставке. И коэффициенты и 2, и 3, и 1,4, и 1,7 залетают только в путь. И с учетом этого, и с учетом того, что неделя, в принципе, не минусовая получилась, да, и с учетом еще этих ошибок, лично я поднял достаточно неплохо. И ребята, которые были со мной в лайве, подняли, соответственно, тоже. Потому что, ну, грубо говоря, вот этой компашкой небольшой, сидим информацией делимся, и, соответственно, ошибки тоже забираем вместе. То есть, почему, собственно, я изинтересован в том, чтобы в лайве, именно, да, почему в платном лайве не было дохуя толпы, как это было ранее, там, по 15, по 20, по 30 человек. А вот 10 – это предел. Удается грамотно, быстренько сообщать, делать интересные вещи. Вот, собственно, как-то так. Ну, и вообще, на данный момент я, конечно, убежден в том, что ММА – это лайв. ММА – это лайв, прежде всего. И вот пока, пока у меня с этим делом прям все отлично получается. И предпосылок к тому, что ситуация будет ухудшаться, не видится. По приматч-прогнозам, конечно, я пока не могу достичь этого баланса в душе. Я не знаю, почему, не могу в себе разобраться. Вот, где-то перегораю, где-то перемудриваю. Тут, понимаете, тут просто вопрос простой, на самом деле, как его можно решить. Это либо нужно просто отказаться от платки и давать все прогнозы бесплатно, либо нужно полностью отказаться от бесплатки и составлять только платные прогнозы. Тогда, конечно, будет все хорошо. Не будет от этого раздрая постоянного, да, грубо говоря, там, блядь, попытки усидеть на двух стульях. Но я пока думаю. Я пока думаю, потому что мне хочется и такой контент давать, и такой контент. Но как его давать грамотно, чтобы никого не обидеть, я пока не определился. Но будем думать, будем смотреть. Ну, еще раз повторяю, что в целом неделя хорошая. Неделя плюсовая, БДРСКЛА очень плюсовая. Не по всем направлениям, но в целом. Вот. И турнир, конечно, UFC 217 оказался охуенной вишенкой на торте. Это реально охуенный турнир. Прям, я получил огромное удовольствие. Мы с ребятами сидели в лайве и просто охуевали. У нас еще достаточно много человек было. Прям, очень весело, очень-очень прям впечатлены были все. Недовольными не остался никто. Вот что я могу сказать. Ну, надеюсь, что вы своими впечатлениями, мнениями, эмоциями поделитесь в комментариях везде, где вы увидите это видео. Вот, собственно, как-то так. На этом все. Всем спасибо. До свидания.